Девушки отдыхают Спасибо, граждане, я пошла. Цветы я получила. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Мне показалось, что будет лучше и для вас, и для меня проследить формирование девочки, которая выросла до 60 лет и вот сейчас перед вами слово держит. Перед вами, перед жизнью, перед судьбой, перед творцом. Началось все, как вы понимаете, с огромного количества любви, которое я получила от родителей. Папа взрослый человек, ему уже было за 40, он отвоевал, у него не было ноги, он был мудрый, он был исследователь, он был академик, он был очень опытный человек. И мама, которая настолько добра, наивна, невзлоблива, весела, хохотлива, искренне влюбившийся отца, доверила ему свою судьбу, и он доверился ей. И вот это количество счастья, которое они вместе, вероятно, испытывали, я просто все соскребла себе. И вот с этим ощущением я, я это не просто от дома говорю, я это чувствую до сих пор. Дальше удивительно произошла история у этой девочки. Ее никак не могли назвать. Мама долго мучилась, и мама решила назвать меня Диной. Ну, такое редкое имя, Дина Дурбин. Понимаете, да? Дина Дурбин, мама была восторженным поклонником всех голливудских фильмов. И Дина была, как говорится, названа. Потом, когда умерла бабушка, чуть позже, меня переквалифицировали в Евдокию, что мне чудовищно не нравилось, и это было страшным мучением, потому что это было немодное имя. Вот Дина, я понимаю, какая-то там Евдокия, Дуняша, Дуся, это какое-то такое. И, так вот, впервые Дина узнала, что такое ужас и беспомощность в два с половиной года. Это было в момент, когда уже родители начинали разводиться, и увиденная Диной картина, когда родители громко разговаривали на повышенных тонах. И, пожалуй, это был для девочки первый сигнал того, предназначение практически, которым я вот до сию пору занимаюсь. Я занимаюсь людьми, я занимаюсь исследованием, я занимаюсь изменениями. И вот это было в два с половиной года, вы представляете, почему ужас, почему беспомощность, потому что я не знала, что это такое, я переживала и так далее. Дальше в три с половиной где-то года, в три с три с половиной, девочка узнала, что такое конкуренция. Когда отбирали девочек в детском саду для участия в кино, и этот перст судьбы, который прошел мимо меня, как говорится, я, видимо, что-то просигналила своим видом. И перст вернулся, назвал, меня выбрали, я была не одна, и я стала доказывать, что я готова, что хочу, что могу. Я не знала, что делать, но нас, как говорится, долго-долго-долго экзаменовали, вот. Я не могла расплакать, я ударила себя прыгалками и расплакалась. То есть я была достаточно изобретательна, как вы понимаете, в жажде победы. Ну, победительница, так победительница. Вот я подлость человеческую узнала в три с половиной, четыре года, так скажем. Это был тоже еще детский сад, и поскольку я была ни с вашими, ни с нашими, вообще сама по себе, тоже, как говорится, моя черта. Я увидела, как готовится темная, когда группа, вся группа ополчилась на девочку несчастную, которая и этой группе не понравилась чем-то. Я не была ни с группой, ни с девочкой. Я в последний момент приняла сторону этой девочки, и этот выбор определил позицию толпы, когда толпа, смутившись, что это не одна, а две, а меня, как говорится, много, ушла. То есть ситуация исправилась. И вот такое счастливое существо, которое было открыто миру, которое не боялось мира, не боялось препятствий, потому что уже понимала, что к чему, как мне казалось, попало в школу. Боже мой. Это, конечно, отдельный этап, потому что я очень многому научилась и в этот период, когда я поняла, что такое социум, когда ничего нельзя, когда все что-то как-то не то делают, все как-то очень мощно обманывают друг друга, все играют в какую-то игру. А то, что девочка Дуся в 6 лет 7 подумала и почувствовала, и дальше на протяжении 10 лет привело к тому, что я такая заамбразурилась. Я закрылась надолго, и благодаря этому, этой необходимости, я научилась анализировать, к слову сказать, что я полюбила математику. Математика – предмет, в котором что? Все понятно. Там нет, там я так чувствую, а я так понимаю. Там, как говорится, А плюс Б равняется С, там дважды два четыре, все. И математика стала для меня просто отдушиной. Я действительно потом хотела поступать даже в математическую школу. Ну, а творчество, а эмоции, а чувства, куда девать? Так вот, нельзя говорить, можно танцевать. Девочка пошла в балет, девочка прекрасно себе там танцевала. Очень важный момент был во время вот этого балетного, так скажем, хореографического периода. Там девочки такие вот все, мы маленькие были, они там уже начали в кино сниматься. И я смотрела на них, а я была такая немножко с щечками. Я такая была не колобочек, но такой обмылок такой. И я понимала, что у меня шансов нет, а они такие немножко... Но! И вдруг я как будто пронзенная какой-то догадкой, которая звучала так. Не завидуй. Вы знаете, это, наверное, глупо выглядит, но я прям... Ощущаю, что я слышала что-то или что это такое было. И не завидуй, только не завидуй, вот все будет. Что это такое? Ну, так и случилось. Потом нельзя разговаривать, можно в театре, как говорится, чужой текст говорить. Первая главная роль, как пришла, сразу же главную роль дали, красную шапочку. Ну, как говорится, сестра играла, зайчика. Очень, наверное, ревновала, ну, что делать? Я играла красную шапочку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно же, хор. Хор ансамбль у меня локтевый. И вот здесь пригодилась. Пригодилась дисциплина, пригодилась умение выступать, желание выступать. И даже в хоре, как говорится, Дуся всегда солирует. Вот, и вот здесь очень важный случился период, который тоже подарил мне удивительное ощущение безграничности, чего-то огромного на мировом уровне. Я вам сейчас объясню, что это было. Это первая такая профессиональная сцена, довольно быстро, пока, как говорится, пришла в хор, и нас практически вытащили на сцену Большого театра. Кто-нибудь был на сцене Большого театра? Это сцена, где это эквивалент мира, мировой энергии. Здесь такие выступали люди, личности, профессионалы. А в зале, зал просто, я вот до сих пор это помню, как будто со всего мира энергия, глаза, требования. И это потрясающе. Я это проглотила, и, по-моему, навсегда. Евдокия Алексеевна, как нам известно, вы еще участь в школе снялись в фильме, который стал уже сегодня таким легендарным, «Розыгрыш». А расскажите нам, пожалуйста, каким образом вам удалось попасть на съемочную площадку к Владимиру Миншову? Попасть на площадку? Конечно. Я похожа на человека, которого берут и куда-то, так сказать, переводят. Я пришла сама, ну что вы, конечно. Я, как говорится, приняла решение. Там подруга сказала, там вот, ну, набираются студенты, ученики, «Давай пойдем». Сама не пришла, а я пришла. И, как говорится, выиграла. Когда в огромной толпе меня отодвинули в зад практически, и передо мной стояли какие-то спины, я стала прыгать и говорить, «Ва, я тут, я тут, можно там меня записать?» Ну, ассистентке, которая записывала. И я сказала, а кто-то там прыгает? Ну-ка, 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 идите сюда, девочка. Я подошла и, как говорится, свое место определила. Я не знаю, что это такое, может, это хорошо. Я, конечно, теперь уже понимаю, что со мной было сложно. Со мной было сложно. Но вот меня оправдывает только одно, что я абсолютно точно понимала, что я хочу, почему я хочу. Я всегда аргументировала, почему я это хочу. Я дорвалась. Кино. То есть это сразу слова. 120 фильмов, по-моему, в год в то время делалось всего. То есть если вы оказываетесь на Мосфильме, все, вы обречены на звездность. Все. Смотрите, какой там был ажиотаж. Мы были избранные. Вот те, кто попали к Владимиру Валентиновичу Веншову. Он создал такое пространство, такую среду. Мы даже не понимали, что мы играем. Мы как будто жили там. При том, что, конечно, мы не очень осознанно понимали, что это фильм, который говорит о том, что в школе не все благополучно. Да не думали мы про это. Мы, в принципе, самих себя вытаскивали. Вытаскивали, проектировали ситуации сценария на себя и наоборот. Удивительные актеры, которые снимались в фильме. То есть это судьба, которая, собственно говоря, не просто случай в моей жизни. Ты где-то, мадам и месье? Даша принесла крюшон. Это очень хорошо. Вардели дожидаешься? Нужен он мне. Ой, нужен. И напрасно ты передо мной выпендриваешься. Тут я твоя союзница. Не хватало еще, чтобы этот валенок сибирский начал тон в классе задавать. Добрый вечер, Евдокия Алексеевна. А у меня следующий вопрос. Что же такое быть актрисой? Эта профессия сделала ли вас счастливей? И чем же вам пришлось пожертвовать ради нее? Пожертвовать? Ну, пожертвовать... Да нет. Да нет. При том, что я жертвенный человек. Но удивительная вещь. Вот сочетание быть артисткой, кроме неудач, ничего мне не принесло. Быть артисткой – это маленькая цель. И все мои шесть лет непоступления были связаны с тем, что я хотела быть артисткой. И, приходя на экзамены, я говорила, как вам, как вам, как вам, как вам сыграть? А? Шесть лет. Отчаяние научили меня терпению, вере в себя, преодолению вот этих вот ударов. Но поскольку я была уже знакома и с сопротивляемостью, и с несправедливостью, и с конкуренцией, и со всеми со всеми составляющими, то я проходила это. Но в 21 год, когда уже наступает предел, собственно говоря, по поступлению, я в отчаянный момент сказала себе, да не хочу я под вас подлаживаться, ну не могу, я вам это, вам это, вам это, вам это. Ну что, сколько я могу? Я не, я сама по себе хороша, я сама по себе уникальна, я сама по себе буду жить, даже если я не буду актрисой. Не важно, я буду жить, и я буду влиять на мир. И в этом состоянии мне кто-то шепчет, что вот, я стою в Гитисе, во дворе, мне говорят, ты знаешь, там Табаков, что-то такое там, пойди, сходи, может повезет. А надо сказать, что Табаков шесть лет назад, когда я снималась в десятом классе в розыгрыше, и мы снимались в нем в одной сцене, но в разные дни, на озвучание я стояла и смотрела, на озвучание этой сцены, смотрела на Табакова, я знала, что он набирал в тот год свою первую студию, я подумала, да, ну, ну, ладно, ну, куда мне, ну, Табаков, ну, куда мне. И я пошла к Табакову, в этом состоянии, диалог со всем миром. Но вот это тот самый момент, когда мастер такой был дарован вот за все эти неудачные годы. Это здорово. Просто давайте Олег Павловичу просто мне аплодируем. Так что быть артисткой, это в первую очередь быть субъектным человеком. личностью. Она может вам нравиться, может не нравиться. И главное, нужно быть, как мне кажется, человеком, который может преодолевать препятствия, депрессии, даже несправедливость, ничего, идти, как говорится, к своей звезде. Вы москвичка. Расскажите о том, в какой семье вы родились. Вы немного уже сказали про маму и папу. Расскажите, пожалуйста, о них немножко подробнее. Возможно, о том, кто они были по профессии, или о традициях в вашей семье. У девушки Дины было столько любви, столько внимания, столько заботы. Две няни, папа, мама, две бабушки, родственники. не справлялись. Не справлялись. Потому что всегда я где-то, как шила, опя, все время куда-то норовила исследовать мир. Папа-геолог, доктор наук, гениальный человек. На него ссылаются все энциклопедии мира. В 55-м году его не очень хорошо приняла научная среда. И обсмеяли одно его удивительное открытие, которое спустя 30 лет было признанным. И я присутствовала на извинениях этой научной братьи. Эта картина очень точно была, как говорится, из того времени, из советской эпохи, когда сидели, в общем-то, сытые люди. И на на протезах отец с этими костылями, которые, я помню, с детства, как вы понимаете, запах протезов, запах кожи, запах костылей, он их монтировал, чтобы из трех сделать один, на котором можно ходить. Приходил к этим сытым людям, ничего не прося. 30 лет. Вот я думаю, как он 30 лет вот так вот под этим прессингом жил, причем работал и делал открытие. Дело не в том, что он переживал, сидел. Нет, он работал. Но я думаю, что, конечно, трудно было ему. Мама, я не знаю вообще, как она меня родила. Это просто эльф какой-то. Она, вот это, конечно, когда уже их не стало, это ощущение вины, потому что не додано им было, конечно, ни отцу, ни матери не додано. Вот, они удивительные, удивительные люди. Вот, ну, что видно по мне. Папа, мама. Недавно видел актера, выпускника ВГИКа. Ему доверили роль Раскольникова. И он так погрузился, что походил на безумца и не только на сцене, но и в реальной жизни. На третьем курсе Олег Павлович Табаков подарил вам роль Жанны Дарк. Как вам тогда далось такое погружение и что вы открыли для себя в этой героине и в себе, лично в себе? Спасибо. Подарил роль. Это был единственный случай в его жизни, и он об этом всегда говорил в интервью, когда он роль подарил актрисе. Я думаю, что у него было на то основание. Там соединилось в этом выборе и в этом материале много чего. Он очень здорово выстроил саму историю, о том, что я не играла никакую, так сказать, героиню. Я была человечком, в общем, модель любого из вас. Он примером своим, опытом своим, умениями своими, все это, как говорится, подчеркнул. Все то, о чем он говорил, все то, куда он звал, он сам в первую очередь проделывал и умел. И вот эта вот честность, эта отдача самого себя нам, без корысти тоже, очень здорово воспитывали во мне вот это доверие. Причем, был случай, я вспомнила, когда я попадала, ну, как бы, в первой неделе обучения на курсе, мне стали влить в уши, что там что-то вот такое нехорошее. Я повелась и стала мучиться, просто думала, господи, ты, боже мой, господи, куда я попала? Я терпела неделю, другую, потом поняла, что это невозможно с существованием вот с таким ядом психологическим и пришла к Олегу Павловичу, сказала, Олегу Павловичу, простите меня, ради Бога, я о вас плохо подумала, я, может, так не буду. Он очень смеялся, и, наверное, тогда тоже очень много понял про мою природу. И так возникла Жанна Д'Арк. Она вообще не потому, что какие-то особые я, какие-то, какое-то особое положение я занимала на курсе. Нет, такая же, как все. Я в меру ленилась, в меру, как говорится, была талантлива. Но важно другое, что когда я репетировала и, как говорится, нырнула в Жанну Д'Арк и не выходила оттуда. Утром репетиция, днем репетиция, вечером тоже репетиция. Ночью я не выхожу, я думаю. Я потом поняла, что я как бы настолько туда забралась, что я уже не понимала, а я-то кто. и я поняла, что на одном из прогонов меня просто вот судьба спасла. Когда партнер перебил мне пальцы и ну, случайно совершенно вот я был помост, я играла, он стоял, я говорила, папа, папа, меня Архангел Михаил зовет, говорит, давай Францию спасать. Ты что? Он говорит, эй, чего ты задумала? И хряз мне по руке. А в зале Табаков. Я нахожу руку, понимаю, что цела, что-то больновато, но ничего, слезы градом, я продолжаю играть, благо слезы мне пригодились для сцены. Играю, понимаю, что больно, больно, очень больно, и вообще что-то такое не то происходит. И Табаков остановил процесс, сказал, что ну ладно, я не могу смотреть, все уже, Дуси, давай. И я смотрю, у меня огромная рука, она синяя, какая-то там красно-синяя, и больно страшно. И вся Жанна Д'Арк в момент вылетела. Нет, это вообще надел роль, снял, поклонился, получил цветы и пошел домой. Я читала, что вы позволяли себе спорить с режиссерами, а Адольфу Шапира даже писали возмущенные письма. это такая особая актерская смелость не соглашаться с мнением режиссера. В театре с кино всегда интересен конфликт. Когда это творческая составляющая процесса постижения и создания нового какого-то спектакля, я вот сейчас как бы на сцену показываю как режиссер, в котором есть разные решения, разные решения персонажей, столкновения, разные мотивировки их конфликтов, причинно-следственные связи. Я, как вы уже поняли, внедрившись в персонаж, самый противный персонаж, по-моему, у Горького. Мадам Соколова в пьесе, в которой играл Табаков Олег Павлович, главную роль Ольга Михайловна Яковлева, ну и лидеры табакерки в тот момент, последние пьесы Горького, Шапира. И он меня просил, чтобы я играла интеллигентную женщину, которая пришла к другой интеллигентной женщине и сказала, а у меня, типа, посадили сына, вообще сейчас казнят его за то, что он покушение какое-то сделал, типа. И мы должны как мать с матерью поговорить о судьбах наших детей. Я говорю, ну не может быть такого, это неправильно, так не бывает, если она ходила по 25 инстанций, прошла, ее заворачивали, ее не выслушивали, ее там перед ней дверь закрывали, и вот она, дорвавшись до жены главного человека в городе, ну что будет делать такой человек, которого отовсюду погнали? Она будет спешить рассказать все то, чтобы ее только не остановили. и эта версия не устраивала Шапфея Адольфа Яковлевича, который я обожаю, обожаю, он мой один из любимых режиссеров. Я ему выложила просто аргументы, говорю, Адольф Яковлевич, я не согласна, мне кажется, то-то, 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 то-то. Меня, как говорится, в момент моего отчаяния схватил за шкирку табаков в кулисах и сказал, что, мол, девочка, ты давай, как говорится, пока вот, сначала сделай то, что он просит, а потом предложи свое. И вот это ощущение того, что надо, конечно, уважить мнение режиссера и делать то, что он просит, то, что он хочет, делать так, чтобы ему понравилось, а потом уже свои финтеля, бантики, да, все крючочки добавлять. И, конечно, победила я, потому что это было убедительно. Пожалуйста, следующий спектакль, это «Ты на дне», тоже с Олегом Павловичем. Спектакль, за который я получила премию Станиславского на минуточку. Я в 40 лет играла 20-летнюю девочку и как-то так получилось, что играла, видимо, убедительно, потому что премия Станиславского, надо сказать, конечно, она очень ответственная, она очень важная, она не для всех. Поэтому, конечно, Дорф Яковлевич, у нас с ним тандем очень крепкий, очень мощный, я считаю, и долговременный. Мы сделали три спектакля, все три были просто невероятно шикарные, и моей роли пользовались успехом и так далее. Мне все время кажется, что я молоденькая. была маленькая девочка, и папаша, мамаша, ездили по ярмаркам, давали представления, и я прыгала с альтом в артоле, разные штучки. у тебя, папаша, мамаша, умер. Меня взяла в себе одна львецкая госпожа, кто стал меня учить. Я выучилась, я пошла в губернат. Кто я? И откуда я? Кто мои родители? Я, может, они и не чалискутили, не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Как же хочется поговорить. И не с кем. Одна-одна. Евдокия Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о ваших работах в фильмах Сергея Ливнева «Кикс» и «Серп и молот». «Кикс» ведь это бильярдный термин, когда удар смазан. Расскажите, пожалуйста, какой вы сделали вывод работы над этой ролью и каких, так скажем, сил от вас требовала, естественно, эта работа? Витюша. Ты помнишь? Витюша. Мужчина моей жизни. Мой муж. Мой друг. И очень нежный, чуткий помощник. Вы забыли еще вот период назвать еще один фильм «Ниагара», который снимался параллельно с «Киксом». Я пару слов скажу о нем, потому что это очень важно. Вообще, вот все роли, которые перечислили вы и которые вообще я сыграла, ни одна из них, кроме «Ниагары», не похожа на меня. Это вообще-то какие-то другие люди. На минуточку. Просто совсем другие люди. Когда меня путают с ними и говорят, что ох, вот смотрите, какая она какая. Это, наверное, честь актрисе, похвала актрисе, потому что… А вот «Ниагара» это как раз… Помнишь эту историю? И Витя сказал золотую фразу. Дуся, поезжай. Никто этот фильм не увидит. А ты потренируешься. АПЛОДИСМЕНТЫ И я поехала. Думаю, вот жизнь никто не увидит. А специально на меня написан был сценарий. И вот такого попадания вообще не было. Никогда. Так было комфортно. Так я домашняя. Между делом играла, хулиганила, импровизировала. И вдруг фильм получил премию. Одну, приз другой. Вообще, как-то так сложилось. А вот «Кикс», параллельно занимавшийся, была очень странная ситуация. Потому что это тоже… Ты меня выручал, когда пришел в ливне, Сережа, домой. И… А я такая… Сейчас опять меня будут проверять. Гожусь, не гожусь. Я вообще ненавижу вот конкурсы всякие, конкуренцию, там, эти кастинги. И мне все время думаю, что не видно, что ли, я могу, что на меня можно сделать ставку. А Сережа потом мне сказал, что когда он увидел, как я сижу и, как говорится, вот рефлексирую, понимаешь, тихо сама с собой. Ему это очень понравилось. Он тоже почувствовал, что это та героиня, которая может быть парадоксальной и не будет бояться быть парадоксальной. На этом построен весь фильм. Когда я пришла первый день на солнечную площадку, я сказала сакраментальную фразу. Говорю, господа, мы обречены на успех. Они так поверили, они так… Я и сама поверила. В общем, так и случилось. А давай куда мы тебе бежим? А? Куда? Вдвоем. Куда? В деревню. Купим домик под Москвой, в Томилино. У нас будет огород. Курень. Кирай на окошке. И кошечка. А летом покупаем корову. В доме будет чисто-чисто. Я сама все буду мыть, чистить, убирать. А потом разложу везде салфеточки. Ложиться будем рано, вставать будем рано. Потому что электричества в доме не будет. Да. А зимой будем ужинать при свечах. Господи, будем пить молоко. Есть то, что сами вырастим. У нас никто не будет знать. Мы будем, как все. Согласна? Нет, не согласна. Жаль. Слушай, возьми меня погулять, а? Пожалуйста. Я... Хочу на улицу. Следующая картина была «Серфа молот». Довольно сложная картина. Она долго не выходила. Сережа... Ну, там что-то не поделились. Что-то там с кем-то кто-то что-то. И фильм подлежал на полке. Лешка Серебрякова была в главной роли. История, когда в сталинское сложное время девушка решила стать мужчиной. И ей сделали операцию. Вот такая вот тема была. Ну, это были 90-е годы. Прекрасная тема для 90-х годов, когда все можно. Потом я снялась у Сережи еще в одном фильме. Варвар, по-моему, он назывался, когда он уже уехал в Голливуд. Это была история голливудской картины. Вот. Я играла какую-то там тоже... Странную женщину. Вообще, надо сказать, как только другие артистки не справляются, все роли дают мне. Понимаешь? Я могу оправдать то, что другие, может быть, оправдать не в состоянии. Ну, ничего. Нет, правда. В свое время фильм «Мусульманин» вызвал споры. Кто плохой, кто хороший. Фильм «Полутонов». Ваша вера, она какая? Из каких цветов вы ее собирали? Когда вы сами смотрите фильм, какие чувства она у вас вызывает? Спасибо. Ну, вот «Мусульманин» — это тоже 90-е годы. фильм «Мусульманин», там такое все прозрачное, зыбкое. Да, там есть что-то новое, не очень понятное, но оно непонятно, как будет приживаться в одной среде. Непонятно, как люди будут озлобившиеся реагировать в дальнейшем. Там что не персонаж, мне кажется, они в таком калейдоскопе договоренности, недоговоренности, принятия решений, поступки, которые уже раньше не работают, поведение, характеры, которые уже как раньше, ну, вот после того, как критерия персонажа, предложенного персонажем Жени Миронова. Там так все, мне кажется, это очень фильм как раз из полутонов. Я вам хочу сказать, что из каких тонов, из каких красок? Я собрала эту женщину, эту молодую женщину из... Вы будете смеяться, но она именно тогда родилась, из волос цвета апельсина. Потому что Хатиненко меня попросил перекраситься в блондинку, а я была каштановая, не каштановая, а баклажановая какая-то. Вот. И он заставил нам поехать на Мосфильм летом, когда не было горячей воды, и пожилая бремеша вскипятив чайник, намазав меня пергидролью, потом смывала из чайника этот баклажановый цвет, получился апельсин. И когда я вышла из Мосфильма, то машины останавливались, мне улюлюкали, я поняла, что это она, это вот эта Верка. Потому что я когда пришла к Володе, говорю, Володя, может такое быть? Он говорит, а чего? Точно. Слушай, ведь завезли в деревню какую-то там красочку, она не разобрала и налепила на голову. Вот, пожалуйста, точно, она. И вот с этого началась какая-то прекрасная дурь, нежность, какое-то хулиганство. Не знаю. Все, видел? Мне в ад надо, я давно в ад записалась. Аллах милостив. Да. Аллах милосерден. Аллах, Аллах заколебал своим Аллахом. У нас Бог Христос. И святые всякие. Понял? Аллах. Это имя Бога. Понимаешь? Только имя. Бог один. А имен у него много. А какой настоящий-то? А никто не знает. Никто. Вот когда узнают, тогда его позовут, он придет, и все станет по-другому. Там все будет хорошо. Правильно. Да. А когда будет это? Не знаю. Никто не знает. Это будет. Обязательно будет. Вы снимались в фильме одного из лучших наших актеров и режиссеров, Андрея Смирнова. Жила, была одна баба. Да. В одном из отзывов было сказано, жесткий, некрасивый. Местами смотреть его неприятно. Но, по-моему, необходимо. Когда Хатиненко или Смирнов нам показывают нас самих, мы почему-то удивляемся. И нам неприятно. Почему? Спасибо. Ну, это надо у вас спросить. Почему вам неприятно? У меня есть единственное оправдание, единственный вопрос, ну, вот к этим людям. И единственное, наверное, объяснение этого процесса. Что, когда это художественное произведение, любое художественное произведение, книга, музыка, концерт, я не знаю, фильм, спектакль, доверие зрития к этому произведению искусства, оно другое. Это точно. Когда это сделано, когда туда вложены, не просто деньги, при чем здесь деньги, там туда вложены эмоции, фантазия, душа многих людей, вот доверие, мне кажется, у вас это вызывает больше. И вы тогда, когда воспринимаете некое произведение искусства, вы говорите, это мы? Вы как бы позволяете кому-то выступить в роли зеркала. Понимаете? У вас это доверие, оно существует. А что касается Андрея, вообще, это был прекрасный и волшебный процесс съемок. Я приезжала вот такая, в Тамбовскую область, где была построена деревня с навозом, с лужами, с курами, вот совсем-совсем. И я приезжала из Москвы, вся такая на каблучках, в дубиках, потом меня переодевали, все это, что-то замазывали, все делали вместо ружку и пускали в кадр. И вот однажды, кстати говоря, я единственная артистка, которую Андрей утвердил без проб. Я сначала удивилась, почему, а потом узнала, когда была сцена, назначена, вот, убийство курицы, помните? Не помните, посмотрите. И я приехала счастливая, думаю, ну, сейчас там кого-то найдут. Каскадеров каких-нибудь они отрубят, а я потом все остальное сыграю. Не то-то было. Он говорит, Дуся, я тебя утвердила, для чего? Чтоб ты мне это сыграла. Так, так, быстро топорчик, показывай. Смотри, вот берешь, ты топорик, так, крест, как мотор, мотор, камера, готово, все, отлично. Чего вспомнишь, я по... Я не успела очухаться, меня вытолкали в кадр, дали топорик, курицу, мотор, камера. И железная героиня, волевая, которая берет курицу, кладет ее, топориком бьет. Потом он говорит, монолог, как говорится, не моргнув глазом. Выходит из кадра и упала в обморок в объятия Андрюши. И у меня там уже, как говорится, уколами отпаивали, откачивали, потому что психика не выдержала этого напряжения. Психика умная штуковина. Она просто заблокировала. Я до сих пор скажу, как будто это, ну, это анекдот, это не я. У меня нет, у меня ничего, кроме вот такого ощущения анекдота не осталось. Слава богу. Вот. Но это Андрей, он умеет такие вещи организовывать, он знает, актер, он любит актер, он сам актер. И что касается истории этого, он 10 лет писал сценарий. Что вы хотите? Там все по чесноку, а вы думали? АПЛОДИСМЕНТЫ Состоялась великолепная театральная премьера «Моя прекрасная леди». Постановка Аллы Сигаловой. Здесь у вас были разногласия или вам было легко и просто? Спасибо. А вы пробовали спорить с Аллой Михайловной Сигаловой? Попробуйте. Получите. Да нет, конечно, я шучу. Она очень точно объясняет, очень точно структурирует пространство. Она хореограф, она работает с актерами не только как хореограф, но и умеет выстраивать партитуру роли, внутреннюю партитуру роли. Обосновывая поступки и так далее. Роль небольшая, но опыт потрясающий. Опыт дисциплины, опыт точности, чем я никогда, в общем-то, не отличалась. Ну, а надо сказать, там молодой состав. И я, как говорится, бабушка с молодыми на равных. Очень, знаете, вдохновляет. Евдокия Алексеевна. Да. В театре вы сыграли роль звезды советского кинематографа Любовь Орловой. На первый взгляд, ее жизнь была достаточно благополучной и успешной. Но, возможно, вы нашли какие-то интересные факты и события в ее жизни, которые помогли вам по-другому взглянуть на жизнь и судьбу этой женщины. Да, да, я понимаю, да. Вы знаете, в зале находится очень значимый для меня человек Стелла Георгиевна Самохотова. Стелла Георгиевна, я никогда не выучу вашу фамилию, вот, удивительная женщина, которая предложила вообще, нашла меня, разыскала. Это отдельный, не буду сейчас тратить на это время, рассказ, как она меня искала по всей Москве. В то время, как я играла бабушек, полубеззубых бомжих, каких-то придурочных, каких-то алкоголичек. Ну, не только, но в большинстве своем. И увидеть во мне вот такую возможность, это, конечно, поступок, это, конечно, шаг в неизведанное. И он, как мне кажется, оправдался. Знаете, что я стала в первую очередь создавать в связи с Евгой Петровной? Не внешнее, не внешнее сходство. Я попыталась понять, а что вообще для нее, вот как она, почему она такая была для всех, что это за энергия. Я поняла, что и Александров, и Любовь Петровна Орлова, они почему нашли друг друга, потому что они совпадали по миссии, по своему высшему предназначению. Один хотел сделать легенду о себе, и вторая хотела оставить после себя легенду. И они вдвоем создавали легенду о самих себе. Прекрасная миссия, прекрасная цель. И она способствовала рождению таких шедевров. Уж не говоря о том, что они для этого делали, вы все это знаете. Я думаю, что у нас получилась эта работа. Докия Алексеевна, вы получили диплом психолога. Скажите, пожалуйста, зачем вам это понадобилось, и как это влияет на вашу работу? Спасибо. Так получилось, что я педагог. Благодаря жизни, благодаря Косе Райкину, моему другу и наставнику, в том числе в школе-студии МХАТ я впервые стала заниматься педагогикой. Благодаря Олегу Павловичу, который тоже был для нас не папой, не отцом родным. Он был наставником. Мне кажется, что вот я про это хочу существовать. Существовать, быть для вас наставником, то есть человеком, который и благодаря опыту может вас личностно как-то подсказать, плечо подставить, и творчески подставить другое плечо, поддержать и двинуть дальше. Для меня это вообще не пустые слова, потому что я каждый день подсказываю вам, понимаю, и вы сами уже понимаете, насколько это важно понимать, осознанно строить свою жизнь, осознанно делать какие-то поступки, подключая чувства. Включая воображение. И мне важен человек. Мне всегда, и я это, по-моему, в самом начале озвучила, всегда важен был человек. Люди, почему они такие? Я хотела в этом разобраться, не более того. Просто разобраться, почему они такие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Одна из моих любимых актрис, Мэрил Стрип. Вот у нее есть в интервью такое признание, и это ее способ существовать. И он очень мне знаком. Вдруг я поняла, что у меня так же. У меня такое ощущение, что когда я где-то что-то делаю, живу, что такое ощущение, что каждую секунду там где-то там мокло в мяч, он может там свалиться. И ты никогда не знаешь, как это и когда это произойдет. Это дается ощущение такого аппетита к жизни ежесекундного. Просто микронного ощущения жизни, дыхания какого-то гуттаперчевого. И вы знаете, я уже понимаю, что, конечно, благодаря вам, зрителям, ученика, он не свалится никогда. Он там застрял где-то. Но вы, ну вы, вы мое все. Просто вы про это не знаете, наверное. Но это так. Это некрасивые слова. Вы, вы, вы тот мир, в любви, которому я объяснилась еще вот в момент зачатия. Вот как-то так грустно, наверное, я не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этом смысле команда. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...